Эврикус. Уникальные игровые механики и локализации международных бестселлеров. Сегодня расскажу вам про небольшую карточную игру, в которую можно играть как вдвоем, так и в компании до 8 человек. Все, что в ней нужно делать, это разыгрывать карты разных персонажей, из классических детективов и ужасов. Тут вам и Шерлок Холмс, Иван Хельсинг, Инспектор Лестрид, Джеки Лыхайт, Чудовище Франкенштейна и многие другие персонажи, оформленные прекрасными иллюстрациями. Давайте же скорее посмотрим, как играть. Цель игры — собирать перед собой персонажей определенного типа и также догадаться, каких персонажей собирают ваши соперники. И сделать так, чтобы этих персонажей у них было поменьше. А то и подбросить им персонажей другой фракции, за что они потеряют победные очки. На старте каждый игрок получает одну случайную карту фракции, которую держит в тайне от остальных. Она и определит, каких персонажей вам нужно собирать. Если вам достались герои, то за каждый такой символ на карте персонажа вы получаете одно победное очко. Кроме того, на карте фракции указаны два персонажа, имея которых перед собой, в конце игры вы получите по два очка за каждого. В коробке с игрой содержатся две тематические колоды. Лондон после полуночи и Шерлок в аду. Отличить их можно по символам в углах карт. Если вы играете в кампании от двух до четырех, выберите для своей партии одну из колод. Если у вас пятеро и больше, то нужно объединить обе колоды. Для этого перемешайте отдельно карты фракций и карты персонажей. Как проходит игра? В свой ход вы можете сыграть одну карту из своей руки и применить ее свойства. Или взять верхнюю карту из колоды и добавить себе в руку. На старте у каждого есть по три случайные карты персонажей в руке. Это же максимально возможное количество карт в руке игрока. Так что если у вас уже три карты, то добрать карту из колоды вы не можете. Давайте рассмотрим несколько примеров. Допустим, что мы играем вдвоем и сделали уже пару ходов. Настало время моего хода. Я хочу сыграть карту. Во-первых, я собираю героев. Мне досталась вот такая карточка фракции. И я подозреваю, что мой соперник тоже собирает героев. Судя по тому, какие карты перед ним выложены. Поэтому сыграю-ка я карту Инспектор Лестрейд. Выложу ее перед собой и применю ее свойства. Возьмите все карты полицейские на столе и положите в свою область, игнорируя их свойства. Забираем у соперника полицейских. Ходит соперник. Допустим, он просто добрал карту из колоды. Следующей картой разыграем юных сыщиков с Бейкер-стрит. И по их свойству переместим горгону в область моего соперника. Эта карта принесет ему в конце игры целых два штрафных очка. Поскольку на ней есть аж два символа черепа. Если, конечно, он не провел меня и действительно собирает героев, а не монстров. Допустим, соперник походил, что-то сделал. Я разыграю женщину в черном. Это такой нейтральный персонаж, который в конце игры считается как монстр, так и герой. По моему выбору. У меня на руке не осталось карт, так что своим следующим ходом я обязан буду добрать карту из колоды. В зоне перед игроком может находиться любое количество карт. Никаких ограничений на это нет. Сбросить карту, значит поместить ее в открытую в стопку сброса. Просматривать карты в сбросе могут все игроки в любой момент игры. Если эффект карты затрагивает карты в игре или на столе, как, например, эффект инспектора, то он применяется только к тем картам, которые лежат на столе перед игроками. И не относятся к картам в сбросе, руке игрока или картам в колоде. Игра сразу же заканчивается, когда из колоды взята последняя карта персонажа. Играть больше карты нельзя. Все игроки сбрасывают свои карты с руки, открывают свою карту фракции и считают победные очки. Допустим, я собирал героев. Посчитаем мои очки. Сначала считаем все вот такие символы на картах. Четыре. Женщина в черном у нас нейтральный персонаж. Я говорю, конечно же, что она представляет героев. Пять символов героев. Вычтем два штрафных очка за два символа черепа на этих картах. Также на моей карте указаны два персонажа, за которых мне положены по два дополнительных победных очка. Это доктор Ватсон и инспектор Лестрейт. У меня есть инспектор Лестрейт, поэтому я получаю за него еще два очка. Мой итоговый счет пять очков. Мнение. Монстры против героев – простая карточная игра на блеф. Это так называемый филлер. Игра, которая призвана заполнить собой небольшой промежуток времени, как у больших, так и у маленьких компаний. У игры простейшие правила. По сути, вся информация есть на картах. Это одна из тех игр, в которую можно научить играть, просто раздав карты и объяснять правила новичку уже по ходу партии. Что, безусловно, является плюсом игры. Опытных игроков, таких как мы с вами, игра, конечно, вряд ли чем-то удивит. Но вот если вы ищете такую быструю карточную игру с простыми правилами, возможно, для семейного досуга, или, может быть, для того, чтобы привлечь внимание к настольным играм далеких от этого хобби людей, то обязательно рассмотрите Монстры против героев. Я же на этом с вами прощаюсь. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами был Филипп. С любовью, канал Твой Игровой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok